итак друзья всем привет сегодня у меня такое видео будет про вот такой вот бормашинка зубровский вот такие вот у нее характеристики вот столько вот у нее мощность вот вот ну как то так гарантия пять лет короче 38 насадок пять лет у нее будет гарантия с тем условием что вы перейдете в интернете на ихный сайт на зубровский и зарегистрируйте этот электроинструмент и у вас будет короче вам нужно будет ввести номер номер серийный номер вот этого инструмента и тогда вам дадут 5 лет гарантии вот по вот этому сайту перейдете друзья ну вот мощность здесь получается 160 ватт обороты от 15000 до 35 цанга миллиметра тут есть электронный регулятор оборотов есть короче 9 скоростей 220 вольт 790 вес ионы в сборе всего 2 килограмма 200 грамм ну короче вот как то так друзья сейчас я открою коробочку и покажу что внутри вы скажете зачем такая хрень охотнику но как зачем я же не только охотники еще увлекаясь другими забавами сейчас посмотрим друзья что вовнутри кстати вот так вот чемоданчик этот открывается шикарный чемоданчик удобный вот друзья хорошенький чемодан вот такая у нас прибуда здесь есть вот такая вот инструкция здесь есть зубор но здесь все внутри у нас вот так лежит здесь у нас вот такой вот гибкий гибкий вал короче получается сюда мы будем засовывать насадки всякие различные это двигается зажимается вот комплекте также есть вот этот вот поручень такой вот короче крепится на вот это крепление к столу прикручиваешь его вот это крепление снизу так и вот в это вот отверстие просовываешь вот этот резьбовую штучку резьбовое соединение и когда работаешь на вот этот крючок будешь вешать аппарат вот за вот этот вот ушко это ушко удобно кстати да и гибкий трос не будет как бы закусывать там допустим он будет постоянно натянутом положении вот а также мы имеем вот такие вот насадочки видите насадочки ну вот эти как бы мне можно сказать нафиг не нужны абсолютно вот это вот насадка я тоже не понимаю зачем она нужна мне вот зачем ну это как саморез какой-то вообще не понимаю зачем она нужна при таких оборотах вот это специальная такой вот вал специальный в него будет зажиматься потом покажу специальные наждачные кружки потом получится каменные круги ну типа как у болгарки только в уменьшенных размерах примерно такие же диаметром как вот эта щетка видите щетку тоже шлифовать она мне не пригодится было вот такое вот сверло друзья сверло на нас на 3 миллиметра тут не написано ни черта и самое интересное друзья что мне вот нравится это вот это вот шарошка вот такая вот вот такая вот коронка вот это вот можно сказать из-за чего я и взял этот аппарат себе вот такая вот шарошка друзья вот видите есть вот и я так понимаю у меня по моему сейчас подождите что-то по моему еще не хватает хотя нет друзья всего хватает вот у меня еще вторая шарошечка есть вот такая вот все ручка у нас проходит вот можно сказать некорректно короче вы поняли хорошая штука это все вот эти вот насадочки вот именно вот эти две как бы вот они мне и нужны есть цанга вот такая вот три по моему и два и есть по моему на 3 миллиметра цанга но она стоит у нас где а стоит она прям в гибком валу вставлено куда будут вставляться вот эти все насадки вот как я и говорил круги как от болгарки только они тоненькие как бы миллиметровые наверно ну вот и в комплекте было восемь штук вот такой вот войлочный диск вот такие вот наждачные они тоже мне нафиг не нужны как бы это можно сказать можно выкинуть ну как выкинуть не выкинуть а просто пускай лежат на всякий всякий случай а вот эти вот диски болгарочные они еще мне пригодятся я возможно буду что-нибудь резать какой нибудь толстое железо мне надо будет перерезать или трубу энкотешную перепелить они пригодятся мне друзья вот отложим в стороночку лежит вот такая вот билиберда короче типа соль или чё там или селитра ну короче я так понимаю чтоб влагу вытягивала вот вот такие дела друзья эти шарошки мне пригодятся а вот еще есть вот такие вот насадочки наждачные они одеваются вот на вот этот вот как сказать цилиндрик наждачные вот эти насадки и можно ими шлифовать и не кстати тоже мне пригодятся но они быстро кончат не пойму для чего вот этот брусочек положили сюда такой вот квадратный не пойму зачем да ну вот сам аппарат короче друзья вот он как выглядит удобный включена выключена короче вот обороты у него включаются вот самые малые вот самые большие включается все удобно в руках можно держать здесь имеется вот такая вот кнопочка нажал нажал вот это вот цангу затянул и тут имеется ключик еще вот такой вот маленький ключик на болгарке и и все цанга закручивается это все зажимается дело ну вот допустим вот так берешь вставляешь в цангу как сверло допустим ну здесь вот этим аппаратом без гибкого вала работать не удобно будет очень даже не удобно друзья будет поэтому нужно применять гибкий вал он намного легче будет чем вот этот аппарат сам и удобнее будет везде подлазить там выпиливать высверливать там вы это вот и все делать короче вот вот ебалду друзья такие выражения но ничего страшного чё я снимаю это видео потому что мне снимать пока что нечего на рыбалку не хожу на охоту тоже не хожу друзья как бы времени можно сказать еще не было такого что можно было сходить куда-то решил вам такой обзорчик заснять короче коротенький вот все сложим ну и что я вам скажу даже вот допустим взять вот эту вот вот эту вот да шарошку и что мне можно делать и возьмем вот такую вот деревянную поделку да взяли на допустим мне нужно вот сделать вот здесь вот глаза там берем вот эту шарошку и этим вот аппаратом аккуратненько здесь выбираем внутренние вот эти полости вокруг глаза можно вот это все обойти обрезать короче вот так друзья можно вот здесь вот начать вот зубы вырезать там как бы резцом бывает вот эти вот уголки тут не подлезешь как бы неудобно резцом но можно ну не сильно то и удобно друзья вот я решил взять вот этот аппарат и начать делать вот такие вот изделия вот видите бородавочка у меня из сучка выходит вот такая но это не доделанная дубинка у меня как бы обзор будет я ее снимал замедленном действие ну как бы это в режиме таймлапс до такой вот степени я и доделал и дальше короче у меня ну как сказать возможности нету пока что делать потом как-то посмотрите ну и в итоге как бы выходит у нас исходный материал вот такой ну смысле вот такая вот финале у нас в итоге получается дубиночка как-то так тут у нас получается еще такая вот надпись у нас вот вот такая вот дубинатора ну как то так друзья кому понравился обзорчик вот такой обзорчик можно сказать ты не подробный это по идее если бы у меня сейчас камера была зафиксирована я бы вам вот этот трос доставил показал так отодвигается на посильнее туда еще уйдет можно вставлять туда это все дело коробка удобная кстати на ну ладно все с вами был фишерман хунтер подписывайтесь на канал делитесь этим видосом кстати друзья так чё еще хотел сказать забыл маленечко сейчас подождите так все рассыпается у нас вроде бы вот этот аппарат так смотришь он надежный сам вот этот вот а кстати вот здесь вот смотрите быстро заменяемые щетки стоят вот в этом аппарате цена этого аппарата друзья стоят он сейчас скажу точно 200 короче он стоит ровно вот зубок 200 так как вот и не в промышленных и масштабах буду работать я думаю что вот это вот гарантия пять лет будет вот так вот прямо классно смотреться при его использовании вот можно насадки вот эти вот все купить 700 или 600 рублей там посмотрела по моему около 15 штук там всякие разные вот эти шарошки есть даже вообще тоненькие а если тоненькие значит ими можно будет очень офигенный мелкий шрифт делать вот ну типа гравировочку на смертниках там на военных еще на чем-нибудь там да хоть на чем короче но мне вот эти вот сами вот шарошки нужны для вырезания по дереву мелких вот этих вот всех фигнюшек глаз зубов там еще чего-нибудь как бы будем дальнейшем пробовать испытывать посмотрим как я буду работать друзья сегодня чуть-чуть попробовал по дереву работать мне как бы мне понравилось если честно мне понравилось друзья вот ну все давайте пока всем удачи